Мир между израильтянами и палестинцами – дело рук израильтян и палестинцев. Такое заявление по итогам первой встречи с израильским лидером сделал сегодня президент США. Подружески, назвав Бенемина Нетаньягу Биби, Дональд Трамп призвал Израиль притормозить со строительством еврейских поселений. Тем не менее, Нетаньягу назвал Трампа лучшим другом еврейского государства. Но, пожалуй, самой главной сенсацией пресс-конференции в Белом доме стало заявление Трампа о том, что его устроит любое решение палестино-израильского конфликта. Будет ли это одно государство или два государства для двух народов? Подробнее в материале Валерия Кипилова. Это первая и, возможно, единственная сенсация первой совместной пресс-конференции Трампа и Нетаньягу. Впервые почти за четверть века Вашингтон более не настаивает на формуле «два государства для двух народов». Я рассматриваю вариант и с двумя государствами, и с одним. Мне понравится тот вариант, который понравится обеим сторонам. Любой из них. Известно, что палестинцы давно пытаются добиться создания своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме и его международного признания. На данный момент 136 из 193 членов ООН признают Палестину как суверенную страну. Однако в самой Организации Объединенных Наций у автономии пока лишь статус наблюдателя. Нынешняя власть в Израиле называет Иерусалим своим и неделимым ни при каких обстоятельствах и активно расширяет строительство еврейских поселений на западном берегу, в тех самых территориях, что по международному праву считаются оккупированными. В Израиле в принадлежности этой земли еврейскому государству мало кто сомневается. Очевидно, что непосредственные участники конфликта не готовы и не будут готовы к компромиссу. Именно поэтому на Ближнем Востоке возлагают все надежды на посредников. И в этом вопросе Трамп, вопреки ожиданиям Израиля, свою позицию изменил. Что касается поселений. Я бы хотел, чтобы вы их приостановили. Мы что-то придумаем. Я бы хотел заключить какое-то соглашение. Думаю, это удастся. Знаю, что большинство президентов долго не приступали к решению этого вопроса, потому что не думали, что это возможно. И это не было возможно, потому что они не пробовали. Но Биби и я знаем друг друга очень давно. Он человек умный, отличный переговорщик. И я думаю, мы сможем договориться. Это может быть сделка лучше, чем люди в этой комнате могут себе представить. Конкретики в плане Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке все еще нет. Но это не ново. Пока президент обещал обо всем договориться, его гость напомнил о своих двух требованиях, без которых мир с палестинцами не будет возможен. Мои требования не новые. Я озвучил их несколько лет назад, и они с тех пор не изменились. Во-первых, палестинцы должны признать право еврейского государства на существование. Должны прекратить призывать к уничтожению Израиля. Во-вторых, при любом мирном договоре Израиль должен сохранить контроль над безопасностью на всех территориях западной реки Иордан. Потому что если мы не сохраним этот контроль, мы знаем, что случится. В этом случае мы получим еще одно радикальное исламское государство на палестинских территориях, которое будет взрывать мир, взрывать Ближний Восток. Нитанягу также выразил уверенность, что новый президент Америки на деле сможет, как и не раз обещал, обуздать глобальную волну джихада. Премьер ожидаемо приветствовал первый пакет новых американских санкций в отношении Ирана, который несколько недель назад провел испытания баллистических ракет. Именно Иран в Израиле считают главной угрозой миру, а сделку с ним Нитанягу неоднократно называл грандиозной ошибкой. Барак Обама с этим утверждением был категорически не согласен. Но вот Дональд Трамп говорит об Иране как о спонсоре терроризма. Так что как минимум в этом компромисс есть. А вот по остальным пока остаются вопросы.